Приветствую! Сегодня речь пойдет о путешественнике с патифилуми. Мне его прислала Диана с мамой, как к доктору Айболиту. Прислала для того, чтобы я из черенка вырастила растение. Вы видите, что он еще страдает. Вот его листок. Пока я не убираю, когда разовьется еще один листок, я его уберу. Выглядит он вот так. Довольно таки неплохо по сравнению с тем, как выглядел, когда мне его прислали. Ну а теперь смотрите всю историю этого спатифилума. Мне Диана выслала череночек. У меня есть фильм, и как я его спасала, и как у меня ничего не получилось. Ну а теперь вот здесь удачный результат. Смотрите фильм. Прошло несколько дней с момента установки. Ну вроде какие-то корешки пошли, и вот здесь вроде бы что-то есть. А вот этот лист конечно отнимает очень много сил. И поэтому сегодня, 17 августа, я его обрежу. Так, я обрежу вот так. Все. Посмотрим, может отсюда пойдет какой-то росточек. Но видно, что вот здесь вроде бы хочет пробиваться. Как мне объяснила Диана, которая выслала мне из Турции этот черенок, это оказывается не спатифилум, это оказывается другое растение. Я установлю его в воду. Видно, что оно у Дианы стояло вот до этих пор. Может пустит отсюда корешок. Поэтому устанавливаю в более высокий сосуд, где будет выше уровень. Ну пока корешки мне не очень нравится. Пока не пробуждается это растение. Может быть я возьму и вот так вот обрежу. Может так пойдет быстрей. Съемка наблюдения продолжается. Видите, убрав этот больной листок, я дала шанс новым листочком спатифилума начать расти. И когда вот этот разовьется, я уберу вообще вот эту всю часть. Видите, что корневая система начала расти. Я довольна, но сажать пока не буду. Подожду еще. Пусть вырастет. А вот второй черенок, который я подумала, что это тоже спатифилум, растет не очень хорошо. Почти не растет. Не нравится ему у меня корешки, какие-то желтоватые. И вот здесь тоже нет никакого роста. Но пока, спасибо, не умирает. Оставляю его дальше в этой воде. Сегодня 29 августа. Для посадки спатифилума мне не нужен большой горшочек. Надо, чтобы корешки были в стесненном состоянии. Сейчас видите, они растут, им вольготно, места много. Но мне не надо, чтобы корень сильно рос. Мне надо, чтобы начало развиваться растение. Горшок беру небольшой. На дно дренаж. Там обязательно дренажное отверстие. Грунт и примеряю. По идее, конечно, я считаю, что как раз должен быть. Видите? Очень даже стесненные условия. Но это первый горшочек его. Этот черенок прилетел ко мне из Турции. Диана мне его переслала. Мы с ней знакомы через наш канал Комнатные Цветы. Благодаря Ютубу я познакомилась с многими, многими любителями растений. Полью той же водичкой. Хорошо-хорошо надо, чтобы корешки были во влажном грунте. Установила воду. Пусть напитается. И обрезать не буду. Единственное, что я хочу обрезать, вот эту часть. Она абсолютно не нужна. Но надо внимательно посмотреть. Мне кажется, что там что-то еще есть. Но сейчас я проверю. Вот так. Или это просто пазуха листа. Я думаю, что я ничего плохого не сделаю. Потому как сила будет уходить и на вот это. И так, видите, вот он пострадавший, потому что находился здесь. Но все-таки черенок перенес перелет. Я думаю, что тебе у меня будет хорошо. Пожалуйста. Приживайся. Корешок очень хороший у тебя. Медленно впитывает воду. А мне хочется быстрее. Сейчас я его пролью. Хотя, видите, уже начал впитывать. Посадка спацифилума прошла. Сегодня 5 сентября. Буду наблюдать. И записывать видео. И показывать и вам. Вот так вот. Надо нянчиться с ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!